Следующая песня, она тоже про медведей. А, ну это премьера. Тут надо рассказать, и, наверное, даже немало. Я в декабре... Ну вообще история начиналась очень давно, лет 10 назад. Я не могу подробностей ее рассказывать, потому что потом это появится вот там, в интернете. Как бы чего не вышло. Но 10 лет назад я познакомился во Владивостоке с летчиками из одного гарнизона. Есть такой аэродром, он и тогда, и сейчас считается самым большим аэродромом на Дальнем Востоке. Называется Каменный ручей. Это место, которым пугают курсантов. И в Краснодарском училище, и в Челябинском, и даже в Сызранском, потому что там и вертолеты тоже есть. Мангохта. Есть такой гарнизон на берегу Татарского пролива. Я до сих пор не понимаю, как я там оказался, вот в декабре месяце. Они просто узнали, что я выступаю в Хабаровске, и за где-то, наверное, неделю-две до моего выступления, может, чуть больше, позвонили, говорит, Николай Викторович, ну приедите к нам, мы вас так ждем, так ждем. Я говорю, слушайте, ребята, я даже смотрел, ну, из Хабаровска поезд до вас идет сутки. Какой-то подозрительный поезд, хотя напрямую там не так, ну, далеко. Да не, мы вас на машине заберем, что там ехать 8 часов по тайге. Я, как бы так, ну, не то что упирался, но очень сильно сомневался, в итоге согласился. Потому что, ну, все-таки, да, там было время, это, ну, уникальное место. В советское время население этого городка было 16 тысяч человек, и мне рассказывали люди, что жили по несколько семей в одной квартире. Потому что, ну, городок, ну, он большой, но летчиков и всех остальных авиаторов еще больше. Стояла развернутая Амрадовская дивизия, морская ракетоносная авиационная дивизия, стоял АПЛАПДД, отдельный противолодочный авиационный полк, вертолетчики, ну, морская, ну, это морская авиация и все. Сегодня там отдельная эскадрилья. И вторая такая же, в не менее таком интересном месте, на севере, на северо-западе, в Кипелово. Они летают именно вот, да, на Медведях, Ту-142. Это такая машина, она, я на Ту-95 летал, съемки делал, на дозаправке летал, и все такое. Здесь немного все по-другому. Другие задачи, понятно, поиск подводных лодок, обнаружение, уничтожение. Экипаж другой, если там на Ту-95 МС это 7 человек, то здесь 10. Вот. Это даже видно, ну, к сожалению, на мемориале памяти, если уже там стоит монумент, там столько фамилий. И мне, честно говоря, казалось, ну, говорю, как вот этот самолет, там, ну, я там почитал, почитал, там, то есть там сидят еще люди, во-первых, там вот, ну, на Ту-95 даже два штурмана, а на Ту-142 три штурмана. Вообще, ну, каждый со своими задачами, три штурмана. Вот. Люди сидят еще, которые слушают в наушнике с буев, которые они сбрасывают, и ищут подводные лодки. Я говорю, а как можно вообще что-то услышать, когда четыре движка самых громких в мире, НК-12, слышим? Ну, в общем, да, слышат и Огайо, и есть лодки класса Лос-Анджелес, которые на флоте называют лосями. В общем, я успел написать какую-то песню, хотя очень сомневался, но я не в теме, я даже там так и со сцены сказал. Когда я ее спел, все сказали, ни хрена себе, это про нас. Вот. Для меня это было, конечно, самым большим, скажем, ну, так, как сказать, ну, похвалой, наверное, или как сказать. Вот. В итоге действительно появилась песня, которая называется «Лоси и медведи». Она, может быть, несколько длинная, у нее есть и пролог, и эпилог, вот, поэтому, ну, как я говорю, в европейской части нашей Родины это премьера, потому что премьера составилась там на Дальнем Востоке. Пролог. Американская подлодка, поджав свой хвост, а поджав свой лифт, идет домой. Наши дни, большая подлодка класса Лос-Анджелес, где-то на выходе из военно-морской базы Перл-Харбор, штат Гавайи, США. Перл-Харбор, гудбай, субмарина уходит, прощайте Гавайи, бай-бай, I'll be back. Два месяца нам в океанском походе, наш курс на Норд-Вест, там, где холод и снег. Идем мы к России, где льды редко тают, где водка, медведи и лютый мороз. У русских медведей еще и летают. И дай нам, Господь, чтоб их черт не принес. Неделю спустя большой самолет морской авиации БМФ России, где-то над Тихим океаном. Командир в назначенном районе, в бортно-боевом, готовность, сброс. Есть контакт, он где-то здесь шпионит. Слышу супостата, точно лось. Акустик обрадовал. Слышу медведя, похоже, буи разбросал наверху. Если бы война, то медвежьи и торпеде, несложно бы из нас приготовить уху. Задрайны наглухо все кремольеры, и Кэп прошипел. Все молчать, не шуметь. Шуршат снизу крабы, вверху браконьеры. А выше ревет этот русский медведь. Командир в контакт с лосьом, устойчив. Пусть ныряет хоть под термоклин. Данные в торпедах, бахнем точно. Нашим клином вышибим их клин. Вот если бы в небесах заблудиться, Уйти по ошибке в какой-то мбукту. Но с русскими вряд ли такое случится. У них аж три штурмана там на борту. У Биуса против медведеницов-то. Мы ждем, чтоб ушел он домой поскорей. Берлога медведей в каком-то мангох-то. По слухам там даже ручей из камней. Может в небе мы не многословны, Но у нас всегда наточен штык. Сброс торпеды, пусть хоть и условный, И лосю условный, но кирдык. Задание нам прекратили досрочно. И в бешенстве вышел на связь адмирал. Команду на берег не выпустят точно. Наш Кэп побледнел, так он сильно орал. В одном наш радист не сумел разобраться. Медведь доложил, что поймали лося. В ответ им пришло, что когда приземлятся, То всех наградят и вручат порося. Командир на курсе на глиссаде, Дом родной под блестеростеклом. И над полосой, как на параде, Мы качнем серебряным крылом. Эпилот. Здесь еще и пилот есть. Когда-нибудь на дембеле Мы вспомним эти годы Шторма, тайфуны грозные, Циклоны, снега и лед. Как было жарко, Несмотря на ледяные воды И тех, кто навсегда ушел В последний свой полет. И сидя в кресле, С пинейком укутываясь в кофту, Мы вечерами зимними Все будем вспоминать. И жарко, и кипелого, И знойное Монгокта. И то, как доводилось нам В морях лосей гонять. Браво! Браво! Я очень переживал, когда я эту песню пел там в Монгокте, Но реакция зала была понятна, И я понял, что я... Я даже, ну, не то, что по секрету, Я хотел сделать большой-большой сюрприз, Но все-таки за часа полтора до концерта Подозвал замок командира эскадрильи этой, Говорю, слышишь? Я говорю, давай, я спою сегодня, Ну, я сейчас песенку спою, Говорю, мало ли... Я ее спел, говорит, Охренеть! Все, вообще, все правда! Ну, это меня успокоило в каком-то виде, Я ее пел, ну, с бумажки, конечно, Но я не сбился. Мало того, буквально через полсуток Мне начало приходить видео из Москвы, Моего выступления там в Монгокте. Это такое вообще было первый раз.